доброе утро у нас такой сегодня рассвет невозможно передать его красоту потому что фотоаппарат все равно как-то размазывает вот такие полоски на небе какие-то синие желтые оранжевые это облака красиво я знаю что то быстро все разносится пройдет солнце скоро наверно там повыше встанет и вы не будет видно но иногда стоит вот так проснешься смотришь на все это думаешь на надо же а если ты где-то вообще в это время на природе живешь у тебя свой дом вышел во двора вокруг такое зарево интересно какой будет тень красота ну раз этот рассвет разбудил меня все-таки то буду пить чай и завтракать стол заставлен сладостями но это не для меня это для моих гостей они ждут их все время и постоянно у меня же на завтрак сегодня бутерброд с колбасой быстро не нужно долго думать но наверное конечно полезнее было какую-то кашу сварить или на крайний случай какой-нибудь яйцо с мяткой омлет ну вот такая в плане готовки бестолковая зато у нас чаепитие болтовня все как вы просили болтовня за чашечкой чая заварила какой-то темный но с добавками сейчас мы нальем фактически есть чаечек сюда и ушел большущая крошка так кинула кусочек лимона когда там есть кусочек лимона то мне нужно хотя бы пару кусочков сахара сахар будет сейчас на тоже достанем все хорошо все тут вблизи стоит на столе не надо ничего долго искать сахар вот в такой симпатичной баночке на которой написано цукуринь что есть сахар сахарок и он такого желтого цвета или коричневого это коричневый тростниковый сахар кстати не очень сладкий окружка пол-литра ладно чем-нибудь туда докинем вот так вот теперь можно пока немножко чая стынет а сахар растворится о чем нибудь поболтать о чем а вот не знаю о чем вот у меня тут уже стоит кучка растений тоже меняюсь раздаю отдаю там мои птички которые буду показывать только издалека вечно не успевая что-то показать из животных вот я перестала их показывает просит иногда покажите там еще хомячок спит и сразу начинается критика это не так и клетка не такая птички не такие корм не такой все надоело не хочу больше никаких моментов личной жизни кроме тех которые касаются меня мушенцы показываю собачьи что она толстая там умрет от ожирения сейчас и все будет плохо хотя живет счастливая уже девять лет и ничего и неплохо ну как всегда объяснять каждому человеку что ли как не хочется поэтому просто не показываю вот чем кончается жизнь блогера просто начинает переставать рассказывать о себе о своих близких перестает их показывать и понимает что хоть и есть люди единомышленники и те которые всегда порадуются за тебя но к сожалению гораздо больше тех которые пытаются все время как-то тебя там подцепить задеть обсудить осудить что у людей за такая вообще не знаю тяга нет нет вообще ни малейшего желания кому-то что-то там говорить обсуждать критиковать даже если поступки человека раздражают то ну я всегда думаю это его жизнь как хочет пускай живет так птички мои начали чирикать и активизироваться поэтому надо мне тут быстренько попить чай и перейти в комнату комнате меня дожидается мышонок мой мышонок врачи потому что я дала вкусняшки и она думает что я сейчас буду на них покушаться но в то же время и так хочется чтобы ее погладили вот у нее это раздираемая между двумя желаниями чтобы меня погладили чтобы близко ко мне не приближались добрых заберут вкусняшки до мошенцы своя логика ну не речи как с утра не посидеть немножко за своим любимым компьютером решила понять мне написали каменная роза это орхидея вообще каменная роза подразумевала что это суккулентовый я решила посмотреть что же это за каменная роза орхидея очевидно вот определенного какого-то цвета потому что на это слово много картинок ну наверное какой-то определенная сорт или расцветка вот называется таким образом это даже есть это самое тут какие-то на эту тему видео вот почему непонятно а мы берем из поисковика слова орхидея и попробуем посмотреть и сразу выходит тогда вот те самые каменные розы о которых я собственно говоря и думала и они потрясающие я хочу такую я хочу таких много цветков потому что смотрите как это все так где бы вам лучше показывать на 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 вот этот который побольше картинка выходит как это все смотрится замечательно что у нас тут еще есть на эту тему они изумительные просто это суккуленты но вот такой вот интереснейший то сказать формы расцветки действительно ну розы не розы вот они бывают такие розовенькие бывают всякие самое главное что они похожи вот на такие надо же а тут что такое сделано вообще какая-то горка из них ну что-то невероятное короче короче буду сегодня искать хочу съездить еще в один магазинчик и надеюсь что что-нибудь еще такое найду маленькая буду сама выращивать мне не надо большое хорошо будет в идеале что-то такое в горшочке какие-то разные найти но это вряд ли удастся они вот могут свести довольно эффектно и красиво ну в общем мне кажется я их даже видела иногда какими-то подкрашенными вот это бы не хотелось бы хочется обычные вот такие цветочки у нас кстати не так пока еще популярны различные суккуленты конечно продают и частенько раскупаются но много и остается как я вижу ну вот так я понимаю что здесь изображены практически самые разные виды разновидности будем сегодня за ними охотиться чем они мне нравятся что из них еще можно формировать различные садики такие интересные каменные есть два варианта названия либо это эхеверия либо молодила якобы может отличаться может не отличаться кто его там знает вот эти тонкости названий ну это же наверное собственно говоря не настолько важно правда но во всяком случае хочется найти либо молодила либо эхеверию и попробовать что-то из них создать на садик я вряд ли накуплю потому что их должно быть много всяких разных но на что-нибудь то хватит денег кстати вот интернет великая вещь тут же мне как-то подумалось что надо посмотреть про садик из суккулентов как и что можно сделать и тут раз тебе набираешь и тебе и в аквариуме и не в аквариуме и это потрясающе и я уже это все опять хочу потому что это выглядит так здорово смотрите какая прелесть немножко совсем фантазии и немножко суккулентов самых разнообразных в аквариуме интересно смотрится но вот там надо буквально чуть ли не не в камни их сажать иначе все-таки чуть-чуть там влажности побольше но потрясающе у нас раньше я рассказывала ботаническом продавали такие садики сами они там делали наверное из каких-то обрезков отрезков но теперь ничего такого нету интересного даже вот что-то такое но здесь уже не суккулента здесь уже много чего разного но просто сама идея садиков то нравится таких мини-маленьких миров ну такой уличный совсем вариант потрясающе тоже смотрится в общем все ребята так меня слегка отпустила от темы цветочных принтов потому что я перехожу на настоящие всякие растения и можно посмотреть есть масса и книг на эту тему и есть различные видео на ютубе и в общем что только нету вот почему youtube и интернет это наше все то что бы ты не захотелось сделать ты там обязательно найдешь как это сделать из чего это сделать это наверное здорово ну что ж окончательно теперь уже вдохновилась и уже знаю даже куда поеду один магазинчик где довольно много всегда я видела в продаже вот различных таких суккулентов попробуем там что-нибудь разыскать ну вот уже в общем то и готова к выходу только сижу думаю куда лучше поехать мне кажется что в двух местах я могу найти то что хочу это вот на цветочной базе булю и в одном магазинчике там небольшом на улице с локос потому что там я тоже видела что-то подобное но на базу ехать надо более настроиться там идти пешком далеко там долго ждать транспорта так что очевидно поеду в магазинчик повезет повезет если нет то у меня есть определенная цель а если ничего не найду в магазинчике то по крайней мере в том районе есть очень красивые здания которые можно вам показать будет такая небольшая прогулочка погода все она опять солнце исчезло небо серое главное чтобы дождя не было но температура плюсовая все-таки хотя и судя по деревьям какой-то ветер вот так так что такие у нас сегодня с вами намечаются путешествия и какие-нибудь приключения надеюсь тоже уже пятница и у нас у выходные и собственно говоря на этом и все давайте выбираемся едем ну вот я и на месте это угол улицы Слуга с иномеднем всегда показываю вам это здание оно очень красивое и вот здесь два цветочных магазинчика друг напротив друга давайте пойдем посмотрим что там есть и вот они мини розочки есть мини а есть макси вот там внизу и просто кактусы и много других растений помните вчера в ботаническом японская камелия смотрите она здесь продается она такая потрясающая ну представляю сколько она стоит одела очки посмотрела 34 евро ну для такой красоты это недорого здесь столько бутонов столько цветов не знаю сложно ли за ней ухаживать дома много азалий много цикламенов очень красивых простых и махровых в общем есть из чего выбрать вот тоже самодельный садик мох и одно растение стоит также 33 есть разница совершенно потрясающей бегонии большинство 3,50 а маленькие 2,20 а за 21 евро уже вот такой готовый в горожке подвесной потрясно смотрится на улицу уже снимать не стала там пошел мокрый снег поэтому я уже быстро на обратном пути с покупками ну вот я и дома с купленными цветочками все еще под впечатлением от этой камелии японской я не знаю я почитаю насколько тяжело ее дома выращивать содержать вообще зацветет она когда-нибудь еще раз если я ее куплю но она просто потрясающая была а я же конечно ехала за какими-то розочками каменными и я их приобрела сейчас покажу так надо было конечно может быть более разноцветные брать но вот я взяла те которые более симметричные у меня всегда вот такая проблема мне вот хочется максимальной симметричности здесь тоже есть кстати цветочек бутончик она скоро зацветет вот такая она большая красивая кстати цены на них вполне разумные учитывая сколько времени нужно чтобы все это вырастить ну вот я вам называла да где-то от 2 до наверное 4 евро то есть если хочется то это не так дорого вот одна вот такая вот красавица две маленьких но не менее красивых очень сложно было выбрать они все такие потрясающие просто но теперь уже как-то просятся какие-то другие формы вот у меня есть алое я думаю его немножко черенкнуть он такой мини алое как раз вытянулся и когда буду делать садик то посадить там еще что-то такое вертикальное потому что эти все довольно будут плоские не знаю хорошо видно да я могу просто снять фотоаппарат показать их поближе и одна потому что она была такая странная не совсем то но тоже какой-то суккулент такой вот состоящий из миллиардов хочется сказать микроскопических каких-то вот таких вот деталей ой тут немножко отваливается очевидно все что отваливается потом само сажается и опять растет в общем что-то интереснейшее совершенно поразил стоил 3,10 довольно большой кстати говоря отличный магазинчик просто всем рекомендую и теперь передо мной хочется сказать дилемма не дилемма мне теперь нужно землю я уже купила землю еще дополнительно вот такую специальную для кактусов ну буду ее разбавлять камушками камушки которые я у нас есть там после чистки аквариума и когда засыпали очень много осталось камней они как раз такие мелкие хорошие вот именно то чем можно замечательно и разбавить грунт и посыпать сверху ну как я видела то есть видите уже много что есть но самое главное во всем этом это конечно какое-то красивое интересное кашпо мне очень нравится то кашпо которое я сделала вчера и я искала но дома ничего плоского интересного нет поэтому я чувствую мне предстоят еще поиски в том магазине были уже готовые такие большие тяжеленные наверное сделаны буквально из камня но они очень большие такие ну просто займут весь подоконник я их даже не смотрела на них цену покопавшись дома я обнаружила вот такое вот маленькое узенькое ну вот эти малютки наверное может быть сюда бы как раз хорошо и встали но две малютки это будет как-то как-то будет довольно наверное скучно то есть оно стоит но не знаю буду ли я его использовать хоть как-то и мне очень нравится вот это это деревянное выдолбленное из вот этой такой капы наверное которая на дереве растет вот такое но туда это же дерево и причем оно не покрыто лаком оно натуральное и если там даже будут такие растения которых надо редко поливать оно все равно может начать гнить а так я думаю что это бы смотрелось бы ну просто потрясающе можно было бы такой сад сделать вот что-то типа такого мне нужно найти какой-то кашпор еще не знаю что какое смотрю ну вот ну нету все уже все уже рассадила и разобрала и либо все слишком высокое либо либо маленькое а нужно средней глубины и широкое я думаю это не проблема будет найти поэтому окончательный вариант вы увидите потом пока еще ничего не сделано по дороге пока ехала увидела что мне кинули в почтовый ящик какие-то посылки это были маленькие это я заказывала просто ради интереса покажу такие тоже различные как их назвать стикерами стикеры переводки не переводки на тему растений ну вот когда я вот все еще фанатея немножко всякими растениями я как-то думала их где-то как-то использовать где как я сейчас понимаю что сама не понимаю куда вот они такие мне кажется они отклеиваются как-то и на что-то наклеиваются но они довольно блиненькие мне почему-то казалось что они там поярче поинтереснее когда заказывала ну такие небольшие и пришла долго ждала как-то я вам показывала один кардиган и говорила что нужно он без пуговиц но он требовал как-то скрепить я заказала такие штучки ну вот это реально микроскопическая хотя наверное она вот хорошо может что-то стягивать или сверху у нее очень крепкие зажимы такие прямо еле с трудом разжимаешь то есть она будет держать любой материал и вот в таком винтажном немножко старинном стиле воротничок или что-то еще вообще вещь наверное хорошая но только такая уж маленькая прямо микроскопическая какая-то посмотрим мне еще одна идет ну это такие вещи в хозяйстве которые могут пригодиться хотя я не очень люблю кардиганы может теперь полюблю потому что если захочу то смогу как-то скрепить а было такое довольно широкое платьице я думала вот немножко подсобрать его и вот так вот закрепить по-моему я уже платье кому-то дала пока шла это посылочка с Али два месяца в общем ну вот такие пока дела и погода испортилась просто отвратительно омерзительно там пошел мокрый снег стало довольно холодно и поэтому не знаю может быть я уже больше никуда не выбираюсь я сейчас посмотрела увидела еще два таких милых горшечка сейчас я вам их покажу мне придется исчезнуть из кадра чтобы не отключаться или отключусь какая уже разница с возвращением меня если вот какие-то такие мосипусечки захочется посадить отдельно то у меня же тоже я заказывала с Алиэкспресса я как раз не знала куда их пристроить вот такие забавные статуэтки с горшочком они держат горшочек эти лягушки их можно спокойно поставить и вот так там будет наверху так будет его видно ну вот что-то типа кстати вот так вот если там дарить кому-то то это идея замечательная мне-то хочется сделать какой-то садик и еще точно так же две посмотрела то что они стоят так сиротливо не используются тоже такие частенько наверное вы видите продаются горшочек с каким-нибудь рядом животным собачкой черепашкой кем угодно вот они бывают иногда такие симпатяги такие милые и просто хочется туда что-то посадить но у меня сейчас как будто вот такого вот маленького ничего не было а здесь что-то можно было бы и посадить ну ладно может они дождутся своего более такого счастливого часа я просто показываю какие есть варианты потому что обычные горшки для цветов мне кажется скучными мне хочется чтобы это был маленький волшебный мир еще вижу пару глиняных мисочек кстати это мысль если сделать хороший дренаж то можно какой-то такой садик посадить какую-то глиняную мисочку так 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 опять отключаюсь я вам еще не надоела тут со всякими мисками пложками я подумала что я вот в хопане в этом благотворительном магазинчике часто покупаю что-то глиняное потому что оно мне нравится ну они конечно у меня тут тоже небольшие такие разнообразные ну в общем в них уже по крайней мере два-три небольших растениц можно посадить ну или такая какая-то там надо только сделать хороший дренаж потому что ну естественно что здесь никаких дырок нет и вряд ли удастся продыряли бывает иногда очень такие вот это вообще в таком стиле как раз потрясающим здесь бы очень колоритно смотрелись как тусята какие-то и сверху было бы присыпано все ну кстати это мысль да я уже видите какая я я нетерпелива мне уже хочется что-то сделать посадить ну наверное надо поискать все-таки побольше что-то и поинтереснее поэтому как это там говорят продолжение следует ну на этом я с вами наверное попрощаюсь потому что как мне не кажется что я очень быстро разговариваю быстро все показываю потом смотрю на время видео оно там по полчаса и наверное конечно по полчаса смотрите слушать меня уже вам надоест поэтому так у нас сегодня пятница хороших выходных прекрасных не уверена что буду снимать в эти два дня у меня много работы поэтому прощаюсь до понедельника примерно всего хорошего пока пока давайте советы куда это все сажать как это все делать что еще туда можно посадить в общем идей масса все хочется как всегда и все это доставляет массу удовольствия радости и позитива чего я вам желаю пока пока пока